Чем вы руководствуетесь при выборе моющего средства? Стоимостью, ароматом, рекламой? Согласитесь, мало кто из нас читает состав стирального порошка или средства для очистки стекол и зеркал. А между прочим, там содержатся вещества, которые могут навредить вашему организму, если контактировать с ними систематически. Конечно, все запомнить сложно, но вот три элемента, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. На этикетке, когда мы покупаем моющие средства, мы должны обращать внимание на несколько компонентов, которые там содержатся в том или ином количестве. Самый вредный из них – это поверхностно-активные вещества анионные. Они всегда указаны на этикетке, но мы должны обращать внимание, там должно быть написано «мягкие». Следующий очень вредный компонент – это хлор. Хлор может содержаться в моющих средствах для обработки кухни, ванна, туалеты. Следующий компонент, который самый такой, скажем так, вредный – это фосфаты. Их, больше всего, содержатся в стиральных порошках фосфаты. В европейские страны уже многие отказались от добавления фосфатов в стиральные порошки. На территории постсоветского пространства они еще используются. Конечно, без данных элементов чистящие средства потеряют свои свойства и будут бесполезны. Так что мы советуем хотя бы сравнить составы у разных производителей и отдать предпочтение той марке, где они в меньшем количестве. Оно может постепенно накапливаться в организме, потому что попадает с остатками еды, накапливается в организме, откладывается в печени, мозг, сердце. Это может привести к аллергическим реакциям, это может быть проявление на коже аллергический дерматит, это может проявиться в патологии дыхательной системы, допустим, какие-то астма, какие-то вот такие вот астматические компоненты, это может проявиться различные заболевания и сердечно-сосудистой системы, но они должны накопиться в большом количестве. Но, естественно, и репродуктивная функция тоже. Моющие средства также влияют на кожу, потому что идет контакт с кожей. Наша кожа покрыта чем? Защитным липидным слоем. Эти химические средства разрушают барьерный защитный липидный слой и влияют на нашу кожу. Кожа становится сухой, шершавой. Могут появляться различные раздражения, микротрещины. Средства для мытья посуды образуют на поверхностях тарелок и чашек тонкую пленку. Чтобы ее смыть, надо тщательно полоскать посуду при помощи другой чистой губки. Рекомендуется, что взять в моющее средство буквально небольшое количество, развести его водой, а потом уже губкой мыть посуду. Если вы решили радикально подойти к этому вопросу и отказаться от химии в пользу экологичных средств для чистки, то вспомните, чем пользовались наши бабушки и прабабушки. Они мыли посуду содой, окна нашатырным спиртом, а одежду стирали хозяйственным мылом. Эти элементы не накапливаются в нашем организме и не наносят ему вред. Немало экосредств для уборки выпускают и современные производители. Достаточно задаться целью подыскать натуральный безопасный продукт и пользоваться им на здоровье.